Привет друзья, это канал Илон Маск, свежие новости с пылу с жару! Первая новость касается самого канала. Мы выпустили ранее неизданное интервью Маска, там много про нейролинка, мы знаем, что вы любите когда про нейролинк. Так что переходите по ссылкам и подсказкам сразу после этого видео, а сегодня мы расскажем про то, что Тесла выпустила Киберквад, SpaceX поможет изучать черные дыры, а Илон Маск запугал всех банкротством SpaceX. Интрига как всегда бешеная, погнали к новостям про Тесла. Дикая в своей неожиданности новость, Тесла выпустила Киберквад, правда пока только для детей. Главный дизайнер Тесла Франс фон Хольцхаузен опубликовал в твиттере ролик, где его дети катаются на детской версии Киберквада. Ну и сам он проезжает, да. Игрушка выдерживает вес до 68 килограмм, так что даже если вам сильно больше 8 лет, то прокатиться все равно реально. Киберквад развивает максимальную скорость в 16 километров в час и может проехать 24 километра на одном заряде. Правда тут никакого суперчарджера, полная зарядка может занять до 5 часов. Собирать Киберквад придется самостоятельно из 18 деталей, но это, пожалуй, только добавит веселья в вечер с ребенком. Ну а если свободных 1900 долларов у вас нет, то на этой неделе был шанс взять Кибертрак, причем всего за 50 баксов. Ну и что, что он пока только в виде свистка? Киберсвистки все равно разлетелись как горячие пирожки. Кибертрак все никак не может определиться, кто он, пикап, квадроцикл, свисток или вообще кроссовки. Если ты тоже до сих пор не можешь решить, кем стать и чем заняться в этом бренном мире, то мы нашли для тебя выход. Наши добрые друзья из Skill Factory помогут тебе найти себя. Ведь даже если ты определился, вот хочу стать крутым айтишником и грести бабло лопатой, то нужно выбрать себе подходящее айти направление, а вот здесь в дело вступают Skill Factory. Они предлагают тебе пройти тест и приглашают на онлайн квест 14 декабря. На нем ты узнаешь, какая профессия подойдет конкретно тебе. Ты получишь огромное количество практических материалов и примеришь на себя популярные профессии. Ты можешь побыть дата сайентистом, аналитиком, разработчиком или тестировщиком, а потом решить в какой сфере ты будешь переворачивать игру и становиться успешным жителем, например Мальдив или Доминиканы с ноутбуком в руках. Прямо сейчас регистрируйтесь и проходите тест, это бесплатно и займет ровно 5 минут. И самое главное, обязательно приходите 14 декабря на центральное событие онлайн квест карта айти профессий. Там расскажут как не допустить ошибок новичка, дадут практические знания и помогут понять, подходит ли тебе сфера айти. Хватит ждать знака свыше, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, это и есть тот знак. Возвращаемся к Тесла. Илон Маск частично подтвердил, что у киберпикапа будет руль-штурвал, прямо как у обновленной Model S. Маск заявил, что электрический пикап умышленно создан технологическим победителем, достигнет далекого постапокалиптического будущего и доставит технологии оттуда в сегодняшний день. Илон сказал, что идеальным вариантом был бы руль-штурвал с переменным усилением, управляемый по проводам. Станет ли Кибертрак первым автомобилем Тесла с таким рулем, пока неизвестно. Зато понятно, что он станет первым автомобилем Тесла с танковым разворотом. По сообщениям Илона Маска, Тесла добавляет к киберпикапу четырехмоторную конфигурацию с независимой сверхбыстрой регулировкой крутящего момента каждого колеса. То есть у него будет режим Краба, как у электрического Хаммер. Более того, именно эта версия пойдет в производство первой. Раньше все ждали, что первой станет версия с тремя моторами. Тесла разрешила пользователям покупать подписку прямо в автомобиле. Ранее для покупки владельцам нужно было заходить в учетную запись на сайте или пользоваться мобильным приложением, а теперь бац! И подписку Premium Connectivity можно купить прямо с центральной консоли в автомобиле. Удобно, особенно если приложение установить некуда из-за того, что телефон забит фотографиями смешных котов. Андрей Карпатый, глава отдела ИИ Тесла, поделился кадрами использования нового инструмента для автомаркировки данных для FSD Beta. Это круто, потому что сейчас видео маркируют вручную тысячи сотрудников, но из зоны их внимания, естественно, многое ускользает. Ранее Тесла заявила, что работает над инструментом автомаркировки и явно сдержала слово. Для использования в автомобилях инструмент пока слишком сырой, но прогресс точно есть. Тесла выпустила обновление FSD Beta 10.6. Изменений много и почти все они касаются улучшения видимости объектов. Растет автопилотик, растет родимый! Также в обновлении мобильного приложения поклонники Тесла заметили намеки на интеграцию совместного использования автомобилей. Это может стать шагом к долгожданному запуску Tesla Network – сервиса, который поможет делиться автомобилем с друзьями и семьей, а также сдавать его в краткосрочную аренду на манер каршеринга. А китайские блогеры показали, как работает Тесла с новым чипом AMD Ryzen. Выяснилось, что чип точно пошел на пользу центральному дисплею. Приложения открываются более чем в два раза быстрее по сравнению со старым чипом Intel Atom. Ну, в принципе, разве кто-то сомневался? Тесла планирует расширить свою пилотную программу по открытию сети суперчарджер для других автопроизводителей в Норвегии. Компания направила письмо в Министерство транспорта Норвегии, в котором предложила встречу для обсуждения планов. Никаких конкретных сроков Тесла не называла, но еще летом компания направила норвежским властям документацию с планами открытия доступа к суперчарджер для других автопроизводителей. Это было нужно для доступа к государственным субсидиям. Но вообще у Теслы с Норвегией в целом большая любовь. Правда, милые все равно бронятся. В той же Норвегии Тесла снова признали виновной в снижении скорости зарядки суперчарджер на ранних версиях Model S. В мае норвежский суд признал Тесла виновной, даже не заслушав сторону компании, поскольку она не участвовала в деле. Тесла заверила, что просто не знала об иске. Тогда, автопроизводителя обязали выплатить пострадавшим примерно 16 тысяч долларов в норвежских кронах. При повторном рассмотрении дела почти ничего не изменилось, просто теперь компанию просят выплатить около 14 тысяч долларов пострадавшим. Тесла собирается обжаловать решение суда. Напомним, что изначально компания говорила, что скорость зарядки снижена с целью заботы об аккумуляторе. LK Technology, поставщик гигапресса Tesla, сообщает, что поставит гигантские литейные машины, в кавычках как у Tesla, шести китайским компаниям к началу 2022-го. Сокращение количества деталей кузова значительно упрощает сложность и уменьшает стоимость производственной линии, так что подход Tesla идет по рукам. Tesla объявила, что официально перенесла главной офис из Пала-Альта в Остин. Компания показала документы, предоставленные в СЭК и даже назвала адрес. Правда, сейчас по указанному адресу, судя по снимкам со спутников и дроном, торчат только временные трейлеры, но это точно ненадолго. Подразделение Tesla в Шанхае отзывает 21,5 тысячи Model Y, произведенных в Китае с 4 февраля по 30 октября 2021 года. Все дело в прочности передних и задних поворотных кулаков. Они могут не соответствовать требованиям автопроизводителя. Поворотный кулак может деформироваться или сломаться во время использования автомобиля. Рычаг подвески может выпасть из поворотного кулака в условиях экстремальной нагрузки. Это влияет на управляемость и увеличивает риск столкновения. Tesla просит правительство США отменить пошлины на графит, поставляемый из Китая, утверждая, что не может получить его где-либо еще. А Tesla графит нужен во внушительных масштабах. Этот материал требуется для производства аккумуляторов. В своем запросе компания подчеркнула, что на данный момент ни одна компания в США не может производить искусственный графит в соответствии с требуемыми спецификациями и мощностью. Любые пошлины на материалы влияют на стоимость батарей Tesla и повышают конечную стоимость электромобиля. И еще щепотка политики. Как многие помнят, правительство США реформирует федеральное стимулирование электромобилей. Сейчас они рассматривают пункт, по которому чистые автомобили, которые производят профсоюзы, получат дополнительную льготу в 4,5 тысячи долларов. Это сверх уже определенного стимула в 7,5 тысяч долларов, которые должны получить все. Фанаты Tesla видят в этом еще одну атаку администрации Байдена на автопроизводителя, ведь рабочие Tesla не состоят в профсоюзах. Сам президент Байден сказал, что дополнительные льготы нужны, чтобы увеличить количество рабочих мест с хорошей оплатой и соцпакетом в автомобильной отрасли. Этот пункт реформы пока только рассматривают, но поклонники Tesla на правительство уже злятся. Возможно, примерно из этого чувства бессильной ярости кто-то создал Tesla Model S Plaid с миниганом. Специфическая модификация, конечно. Лучше бы это был не миниган, как не огнемет Warren Company. А еще лучше, это пара новостей про Tesla Energy. Глобальный кризис поставок повлияет на энергетическое подразделение Tesla. Некоторые клиенты получили письмо, в котором говорится, что задержки поставок материалов для солнечных панелей из Китая могут повлиять на сроки установок. Это коснется клиентов, для которых установка еще не внесена в график. Поэтому пока что Tesla не планирует назначать новые даты установки до следующего года. Однако Tesla упомянула, что солнечных крыш это не коснется, поскольку компания производит черепицу на фабрике в Нью-Йорке. Но несмотря на кризис, Electrify America объявила, что Tesla PowerPack установлены на более чем 140 зарядных станциях. Это позволит компании снизить плату за свои услуги и обеспечить более стабильные цены. Чуть больше года назад PowerPack были установлены на 60 станциях Electrify America. Темпы растут. Почти как у SpaceX. SpaceX запустила миссию Starlink 4.3 и опять установила рекорд. Первая ступень полетела в одиннадцатый раз. 48 спутников Starlink с лазерной связью и два спутника Black Sky Gen 2 запустили с площадки во Флориде. Это был 27-й запуск SpaceX за год, так что рекорд 2020-го уже побит, а до конца 2021-го еще аж три недели. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава не дождался миссии «Диамун». Уже 8 декабря он отправится на МКС на борту российского корабля «Союз». Маэдзава проведет на станции 12 дней. Его поездка на МКС проводится под управлением американской компании Space Adventures. Сколько он заплатил за такой полет, не сообщается, но предыдущие космические туристы у этой же компании заплатили более 25 миллионов долларов. Маэдзава берет с собой в поездку кинопродюсера Йодзо Хирана, чтобы тот снял все, что делает Юсаку. Но в конце концов, не миллиардерское это дело, со штативом в руке по МКС летать. Вместе с японцами на станцию полетит российский космонавт Александр Мисуркин, очень приятный мужчина, посмотрите с ним интервью на ютубе, очень классный дядька. И да, не переживайте, миссия «Диамун» не отменяется. Запуск все еще планируется на 2023 год. Ну а в этот четверг SpaceX запустит миссию NASA IXPE, в рамках которой агентство запустит космический аппарат для изучения изменений космической поляризации рентгеновских лучей в небесных объектах. Небесные объекты в данной миссии — это не какой-нибудь там мелкий Плутон, а разные сверхмассивные черные дыры, остатки сверхновых, нейтронные звезды, квазары и туманности. Ученые утверждают, что это будет прорыв с точки зрения сбора рентгеновских данных. Он позволит увидеть среду, окружающую все эти объекты, и уточнить теории устройства Вселенной. А в этой теме лучше, чем новые ответы, могут быть только новые вопросы. Небольшая приятная заметка из недавнего прошлого. Участница миссии Inspiration4 Хейли Арсена присоединилась к медицинской команде SpaceX. Параллельно с работой в SpaceX, Хейли продолжит работать в детской больнице Сент-Джуд. А SpaceX опять отбирает чужие запуски, и снова не по своей вине. NASA объявила, что купит у SpaceX до трех дополнительных полетов на Crew Dragon из-за задержек с разработкой Boeing Starliner. Агентству нужно поддерживать непрерывный доступ США к МКС. Изначально у него были одинаковые контракты со SpaceX и Boeing, на шесть миссий каждый. NASA все еще планирует чередовать миссии двух компаний, но уже сейчас SpaceX ушла далеко вперед. Директор по коммерческим космическим полетам NASA сказал, что агентство выражает признательность Boeing за продолжающееся расследование проблемы с запорным клапаном, отдавая приоритет безопасности над графиком. Кажется, фраза «выражать признательность» еще никогда не звучала настолько издевательски. SpaceX начала строительство орбитальной стартовой площадки Starship на историческом стартовом комплексе 39A. Илон Маск прокомментировал, 39A — это освещенная традицией площадка для космических полетов. Более достойного места для стартовой площадки Starship просто нет. По сравнению со Starbase там будут похожие, но улучшенные наземные системы и башня. В это же время на Starbase идут испытания баков, как и предвещалось, тестами будет полон весь декабрь. Ну и наконец новость, которая ой как взбудоражила соцсети на этой неделе. По сообщениям инсайдеров, в канун Дня Благодарения Илон Маск направил сотрудникам SpaceX пугающее письмо. В нем он сообщил о серьезном кризисе производства двигателей Raptor. Илон написал, что после ухода предыдущего высшего руководства обнаружились проблемы, которые оказались гораздо более серьезными, чем сообщалось. Маску пришлось отменить первые за долгое время выходные ради работы над двигателями, и он попросил всех, кто может выйти на работу в празднике, последовать его примеру. Под предыдущим высшим руководством явно подразумевается Уилл Хелстли, старший вице-президент SpaceX по двигательным установкам, который недавно покинул компанию спустя 11 лет работы. Вместе с Хелстли из SpaceX ушли еще два сотрудника высшего звена. Лежит ли вина на них непонятно, но Илон сильно сгустил краски и даже упомянул возможное банкротство SpaceX. Отрывок из его письма мы выведем на экран, чтобы вы тоже испугались. Когда Маска спросили о проблемах Raptor в твиттере, он ответил, что они в процессе решения. Также он добавил, что в ситуации серьезной глобальной рецессии и потери ликвидности SpaceX будет терять миллиарды на Starlink и Starship, то банкротство маловероятно, но все-таки возможно. Выживают только параноики, написал Илон. Короче говоря, слова о банкротстве всерьез воспринимать не стоит, но проблемы с Рапторами действительно есть. Если хочешь поддержать Илона Маска, ставь лайк этому видео, не хочешь банкротства SpaceX, не забудь про кнопку подписаться. Ну а если серьезно, то спасибо ребятам, которые присылают донаты и желаем всем прекрасного и предпраздничного настроения. Ставьте елки и колокольчики! Скоро увидимся!